Это зрелище завораживает не меньше, чем само произведение искусства. За процессом демонтажа картины Ильи Репина, торжественное заседание Государственного Совета, наблюдают десятки зрителей. Правда, в зале только журналисты. Оторваться невозможно. Снять масштабное полотно задача не из простых. Размер картины 4 на 8 метров. Работу Репина демонтируют перед отправкой в Москву на выставку к юбилею со дня рождения художника в Третьяковскую. Это произведение Илья Репин написал в 1904 году специально для Мариинского дворца, где проходили собрания Госсовета Российской империи. Полотно создано с фотографической точностью. По сути, это коллективный портрет сановников. Почти всех около 80 человек он писал с натуры. Решение передать картину в Третьяковскую галерею руководству Русского музея далось непросто. Четыре раза произведение будет подвержено тому, что оно раскатывается, накатывается на вал. Но реставраторы и наши, и Третьяковские галереи супер, высокопрофессиональные люди. И они проделывали такие работы с разными большимерными произведениями. Поэтому в этом смысле какого-то опасения у нас нет. Демонтаж проходил в несколько этапов. За сохранность шедевра отвечала группа текелажников. Сначала полотно прикрепили к тросам, затем медленно опустили на пол. Реставраторы демонтировали картину из подрамника и накатали холст на вал. Именно в рулоне в основном и перевозят полотна. Кстати, в Третьяковку из Русского музея, помимо Госсовета, отправятся еще более семидесятков произведений. Например, картины «Садко» и «Бурлаки» на Волге. На выставку в Третьяковку пойдет 78 вещей, живописи, графика. Причем живопись мы делаем, я повторяю, не ради сотрудничества двух музеев, но и ради художника. И здесь то, что мы отправляем, так проходит весь творческий путь Репина. Зал Русского музея пустовать не будет. Здесь создадут временную экспозицию, куда войдут работы из фонда хранилища. Заседание Госсовета же вернется в Петербург осенью этого года.